МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На развеках жизненных дорог Мы порой друзей своих теряли Плакал тот, кто слез держать не смог Кажется, началась передача, да Уже передача, Сергей, потом попоем, потом попоем Сложи, давай Эта песня пошла, ты не представляешь, что эта песня значила? Два портфеля, добрый день, программа Два портфеля Сергей Демидович, неугомонный исполнитель Простите меня, друзья, но... Мы, как всегда в эфире, мы рады вас видеть в программе Два портфеля Сегодня мы поговорим об эмиграции Вот эта песня, которую человек в черном мешал мне петь И мешал мне наслаждаться ею Она написана в то время, когда первые эмигранты с первыми чемоданами Я не испытываю особой ностальгии по поводу эмиграции Поскольку я постперестроечное поколение христиан Ему это незнакомо, друзья Мне намного спокойнее переживать эти песни Ему непонятно с вами, милые мои Нет, никогда не болел ностальгией эмиграционной Нет родственников за границей Поэтому мне немножко проще слушать Дедя Милова У меня есть родственники за границей У меня есть тысячи друзей за границей И вот тема эмиграции на самом деле И для меня, и для того же Махненко Это большая, серьезная тема И, собственно говоря, находясь в последней поездке в Калифорнии Да, Геннадий? Мы подумали, а почему бы не сделать об этом программу? Это же явление Тысячи, тысячи, сотни тысяч людей Людей бросили страну, насиженные места Из моего города уехало несколько тысяч христиан И это слишком масштабное явление Я даже не уверен, больше ли осталось христиан Или стало, чем те, кто уехал Уехало огромное количество людей С того времени верующих, конечно же, уехало больше Но это действительно массовое явление То есть это событие, мы решили его проследить Что такое эмиграция? Хорошо это или плохо? У нас будут разные мнения И в качестве первого эксперта Мы приглашаем достаточно известного пастора Нашего доброго друга и партнера Александра Шевченко Дом хлеба Автор знаменитой программы «Угол» Вот его мнение об эмиграции Эмиграция – это больная тема Если говорить обо мне прямо Я убежден, что Бог принял участие в моей судьбе непосредственно Не окажись я в Штатах Я бы не владел английским языком Навряд ли получилось бы создать то, что мы создали То есть студию, сотни программ Но это, конечно, внешний такой взгляд Может быть, Бог мне бы и там содействовал Но здесь явно, явно все это пошло на пользу Прожив здесь 18 лет, мы жили только для цели Только для того откровения, которое Бог поместил в наше сердце Потому что мне лично эмиграция пошла на пользу Рядом возле меня живут люди, которые все силы свои бросили В дома, в машины, просто в имущество Думаю, что сегодня нас всех в материальном смысле жизнь уравняла Абсолютно всех Мы все одинаково живем в арендованных помещениях Но у меня за плечами тихое, спокойное удовлетворение Потому что все годы я прожил просто для Господа, для Его воли Не думаю, что эмиграции стоит придавать какой-то духовный смысл Всегда смотрел на это подозрительно Бегать к пророкам, узнавать волю Божию Меня это удивляет Просто иногда, простите, злит Человек так заинтересован Жить ему вот по эту сторону улицы или по ту Благоволит ли Бог ему эту марку машины взять или ту Жить ему в Америке или на Украине И здесь же рядом под носом Человек никаких усилий не прилагает Узнать вообще, чего Бог хочет от моей жизни по-настоящему Человек как закрыто Как не видит этого Меня это, например, просто раздражает Или огорчает, мягко сказать, унижает Нам стоит заметить, что это Ну, не очень стандартный все-таки опыт Или экспиренс, как говорят у нас в Украине сегодня Нет, ну Александр молодец, он загнал в угол конкретно Не зря его программа так называется Вот просто здесь, как говорится, идти дальше некуда Это действительно так, я подумал Ну вот, самые разные люди населяют сегодня Америку, да? Мне нравится фраза У одних это получилось, одни недовольны Они благословляют, одни проклинают Одни хвалят, одни без ума Други говорят, что я здесь делаю Это действительно правда Мне нравится, кто-то сказал замечательную фразу Говорит, Америка Страна большая Все, что не скажешь о ней, будет правдой Если сегодня сказать, что эмиграция это благо Как сказал Александр для его ситуации, то, пожалуй, это правда Если сказать, что Америка это зло, найдется немало тех, кто подпишется под этим Кто скажет, эмиграция зло И многие согласятся с этим Слишком большое явление эмиграции И очень много разных мнений Я думаю, что первый вывод, который уже напрашивается Что Америка не одинаково для всех Не одинаково, однозначно не одинаково для всех И если для кого-то это на пользу Конечно, как сказал Александр Это может быть вот сам человек такой И может быть вот на Украине Он может быть в твоем кресле бы сидел Ты бы здесь не сидел, а сидел бы Александр Я бы с ним вел программу Ну так как Александр уехал, приходится сидеть Ну пока оставайся Я был свидетелем Я помню наши еще первые встречи с Александром Когда только начинались его проекты Когда только он делал первые такие шаги В служении, телевизионном служении И правда приятно видеть, как Господь благословил его в работе Но мы должны сказать, это отдельный случай Есть немало тех, чьи души свернулись там за это время Просто свернулись Просто растворились в миру В потребительском духе В погоне за потреблением Ведь этого полным-полно Я насмотрелся этого там вот так Есть много факторов, которые, конечно же, влияют на жизнь там Это все равно довольно-таки ограниченное Ну диаспора, это все равно ограниченное сообщество И реализация себя как русского человека Или, скажем, славянина Она все равно ограничена Потом совершенно другие возможности Я иногда думаю Вот дай сегодня нашей молодежи, каждому по машине И по 100 долларов в карман И я не знаю, что произойдет к вечеру воскресенья Поэтому вот возможности, они также влияют Это правда Александр еще кое-что интересное добавил к теме эмиграции У нас есть продолжение разговора с ним Я считаю, что место жительства не должно играть никакой роли Должно играть роль то, что являюсь ли я в воле Божьей, нахожусь ли я в воле Божьей или нет Я могу сегодня жить в Штатах Я серьезно, честно свидетельствую Я сегодня закрою дверь, возьму чемодан и моя жена мне послушна Мы переедем в Украину, в Россию Абсолютно не страдаю Мы так и ездили и жили по несколько лет Надо было уехать в Лос-Анджелес Мы уехали Я вообще не считаю, что Царство Божье должно быть приметным образом Вот оно здесь Потому что здесь хороший район, хорошие соседи Да неверно все это Царство Божье внутри нас есть Это и есть рай Когда мы общаемся с Богом Рай это не едем Там декоративные ботанические деревья и ручные львы ходят Рай это любовь Рай это когда ты послушен Богу и Бог с тобой А на каком континенте земного шара ты живешь? Who cares? Американцы говорят Кого это волнует? Меня волнует воля ли я Божья И все Люди привыкли говорить Хорошо там где нас нет То у Александра как раз вот все наоборот Он говорит хорошо там где я И я лично полностью поддерживаю вот смысл этого Потому что мне нравится на Украине Мне хорошо здесь Я 4 года прожил в Германии И я считал годы сначала Потом месяцы Потом дни Когда мы вернемся на родную Украину Когда я с семьей пересек границу И я мчался вот по этой варшавской трассе на Киев Говорил Аня мы на Украине И когда первый милиционер меня остановил И ни за что оштрафовал Аня говорит мы на Украине Но это не сбило моего положительного настроя Я вернулся домой Мой положительный настрой очень сильно сбивают милиционеры После пересечения границы Но с ними можно договориться Я уже пожалуй не могу с ними больше договариваться Мне кажется Это все переходит уже И это все переходит